Александр Арсеньев в сфере IT работает почти 10 лет. За плечами десятки успешных проектов по автоматизации крупнейших предприятий и учреждений Беларуси. На данный момент вместе с командой Александр разрабатывает новый проект для гомельского предприятия, которое является одним из крупнейших производителей строительных материалов в нашей стране. Разработка упростит как бухгалтерскую работу, так и производство в целом. Данное решение и, в принципе, наш подход к данному предприятию будет уникален, нигде ранее не применялся. Наша работа позволит максимально получить эффективность труда, снижение бумажной работы деятельности предприятия. Ну, соответственно, в первую очередь это снижение, скажем так, трудозатрат человека часов, так называемых, за счет наших прикладных решений. И, по сути, это шаг вперед к будущему. Сегодня много говорится об искусственном интеллекте. У гомельских айтишников в этом направлении есть целый ряд проектов. Один из последних – виртуальный сотрудник. Он сможет оперативно консультировать клиентов, а главное – круглосуточно. Разработку можно будет внедрить в любое производство. Робот подключается через обычные мессенджеры. Запустить его в общее пользование планируется уже в конце этого месяца. Некоторые могут и ночью работать, там есть производство, которое там работают круглые сутки. Выделить сотрудников, сделать такую сменность, но на текущий момент не представляется возможным. Мы пошли по инновационному пути, создали виртуального сотрудника, который управляется как через Telegram, Viber, так и через управление голосом. То есть можно позвонить на телефон, и он ответит на вопросы. Все должны работать прежде всего на национальную экономику и экспорт. Также необходимо переориентироваться на азиатский рынок, отметил на этой неделе президент страны в ходе совещания по развитию IT-отрасли. Надо осваивать новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими. Ну и вообще, если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован. Несмотря на внешнее давление и прогнозы псевдоспециалистов, IT-сектор Беларуси продолжает успешно работать и вносит весомый вклад в развитие экономики страны. К слову, в прошлом году только парк высоких технологий экспортировал 2,5 миллиарда долларов. Его резиденты заплатили 750 миллионов рублей налогов. Николай Зайцев, Игорь Морищенко, Новости недели.